приветики мои дорогие я сейчас делаю два полезных дела записываю видео и сижу с ребеночком который спит который брехнет я его караулю так это я у дочери на террасе видно вам или нет там есть дерево с гранатами вон она посмотрите на это только посмотрите на это обалдеть вообще а он куры меня увидали колокольчик там что-то кухочки красота итак у нас сегодня продолжение темы до нашей любимой темы о жильцах которые приезжают на посуточную аренду да 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 вот я надеюсь что сегодня приедет кто-нибудь потому что я уже опять там снизила цену такое да когда такой не период скажем так приходится снижать но в любом случае у меня один из он закончил до обеда поэтому если что я там все подготовила постелила как бы если что он будет встречать ну и плюс еще так как у меня есть камера я отсюда могу отследить сколько человек подъехала к воротам да и такое могу просто на расстоянии даже сказать что типа чего-то вас слишком много и все такое и так какие же еще ляпсусы были при резервациях однажды летом зарезервировали у меня парочка из тулузы до тулузы недалеко но они хотели вот несколько дней там по 3 или 4 почилить мол у меня плюс еще как они сказали что у них недалеко там семья живет хотели почилить так как они живут в многоэтажном доме в тулузе то и вот они решили значит на природу отдохнуть и все такое окей окей приехали все хорошо все нормально все везде объяснила как обычно да и вот прошел день на следующий день я приезжаю домой и вижу что во дворе стоит не одна несколько машин прямо вот друг за другом несколько машин вот так и я такая выхожу во двор и что я вижу стол который стоял около их дома да вот этот стол пикника он перенесен совершенно вот с другой стороны дома сбоку я вижу там большое количество народу и дети какие-то скачут на лужайке и много народу и общем они там заседают скажем так пьянство что-то там как приготовили видимо прямо весело у них там так шумно все такое резервация на двоих я значит там машу женщинку эту кору извините конечно это было вначале только как только я начала бизнес я была еще такая очень мягкая и податливая так скажем антика подбегает чуть ли не вот зуба зубочисткой во рту скажем так такая здравствуйте а что такое я говорю но у вас ничего не смущает как бы человек то это кто эти люди а это это наши родственники решили нас повидать ну вы же не против я говорю ну как бы так не делается опять предупреждать нужно заранее ну понимаете ну в общем они приехали уже мы уже здесь сидим такое в любом случае мне было совершенно не до руга не какой-то не до каких-то выяснений от отношений так далее и плюс еще все равно бы никто бы не не собрался и не убежал бы вот так вот быстро да на что я это было тем более в начале еще деятельности когда мне нужны были хорошие отзывы когда мне нужны будут деньги на адвокаты и так далее в общем я и сказал вообще так не делается но в виде исключения да можно пусть останутся но только пожалуйста него не допоздна то есть нет не допоздна пожалуйста и не не сильно шумите чтобы соседи не пожаловались она говорит да да не волнуйтесь все нормально будет все хорошо в общем мало того что они шумели очень сильно и скакали там эти дети по лужайке по моим цветочкам плюс еще это заседание переросло в заполночь причем там уже слышны были совершенно другие голоса то есть такие вот так и уже пошли какие-то выяснения отношений какая-то херня потом стали какие-то звуки как разбитого стекла что непонятно я так и не поняла до сих пор что они там разбили и чё-то крики какие-то с матом вот этим французском как это вот фигня полная мне пришлось еще раз написать и сказать что типа давайте до свидания уже скажите своим я больше как бы вам не разрешаю пожалуйста на выход так не пойдет до да 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 они уже уезжают но еще это уезжает еще продлилось до часу ночи наверно потом еще какие-то там крики еще были в общем в итоге где-то там под какое-то время ночи разъехались угомонились слава тебе господи и по-моему это было в тот день когда они должны были выезжать на следующий день то есть они должны выезжать выезд у нас до 11 соответственно в один в 10 тишина все плотно закрыто в 11 тишина все плотно закрыто я уже значит смски пишу мол типа пара ответ да 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 мы собираемся мадам наш там пол двенадцатого я уже туда иду выскакивает этот ее муж или там ее молодой человек я так не поняла и начинает мне пьяным каким-то прокуренным голосом вещать о том что типа и что вот вы так вот пришли с таким вот с напором типа вы нас что выгонять тут будете я говорю я не с напором пришла я просто пришла вам сказать что вы уже просрочились как 30 минут как бы давайте уже без этого выходим на выход ой там то и сё короче я игры и причем я пришла дом проверять зашла в дом короче смотрю там там вся она знаешь ходит что-то собирается таким видом говорит ой ну вот единственно что мы не успели тут убраться помыть и я вас должна предупредить у нас вчера случилось тут небольшое происшествие ну во первых зонтик вот почему-то раскрылся в обратную сторону солнечный вот этот который на улице стоял я говорю уж не потому ли что вы его оставили открытым и был сильный ветер короче он открылся в обратную сторону ну и сломался естественно уличный зонтик я говорю окей она тут я вот тут пробовала право у меня ничего не получается типа я говорю ну да окей хорошо но вам придется такой же купить а нет 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 что это такое но у нас тут еще небольшое происшествие но мы вам все оплатим и сейчас прям съездим мы купим дверь я говорю что она говорит ну вот вчера просто повздорили мы тут и вот он я закрылась там в комнате а он вот стукнул в дверь кулаком она такая хлипкая у вас было ну деревянная такая как она обычная дверь до межкомнатная и она не показывает короче дыру в двери посередине прям мы сейчас съездим они стоят недорого тут 45 евро типа привезем вам дверь я говорю стоп на минуточку двери одна другой ну как бы нет таких стандартных чтобы прям встала вот так на петли и повисло я говорю вы знаете что вам придется покупать все вместе с коробкой и соответственно платить установку этой двери а нет 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 я не согласна причем я такая говорю так я вам даю столько-то еще времени там собраться я пошла в дом ей уже пишу эсэмэски чтобы зафиксировать этот факт я говорю по поводу двери там траляля и вот это уже ей на смс писала она такая нет 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 я признаю что мы пробили дверь но типом только дверь мы купим ну что такое начало мне там нести в общем в итоге представьте они что-то там прыгали они что-то выехали съездили в какой-то магазин приехали сказали вот мы тут сфотографировали дверь стоит там 60 или 40 евро уж не помню я говорю еще раз говорю двери устанавливались 20 лет назад в этом доме ничего нет стандартного в этом мире если меняешь дверь нужно покупать обязательно с коробкой не спорьте со мной а нет 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 что это вы нам делаете такие упражнения с коробками какими-то там так далее за зонтик я заплачу мол а вот это могу вам типа предложить 60 евро либо давайте он починит она мне давайте он починит а он там никакой просто вчера наверно накосячился косяков на каких накурился вообще какой-то невменяемый и прыгает еще на меня этот молодой там но где-то 30 ему примерно еще прыгает ну хам такой просто просто хамит я короче еле-еле их выпроводила все позакрывала там наши все ворота позвонила это были гости из airbnb и вот представьте airbnb мне возместил да я потому что все вот это вот посчитала рассчитала все везде написала и сфоткала плюс еще доказательства то что она признала что они сломали да вы представьте люди приезжали на несколько дней они заплатили за свое проживание где-то 300 с чем-то евро и им пришлось еще доплатить за их вот эту вот оплошность так скажем зонтиком из дверью еще пришлось доплатить еще четыреста шестьдесят да вот так отдохнули на три дня съесть она потом мне перед выездом она только не обращайте на него внимание вообще это не мой не мой муж не даже не мой парень мы с ним говорит позовь вот до вашего приезда за день познакомились она говорит и ко мне притащила нормально вообще а он вот такой неадекватный что у нас дверь пробил ну то есть вот это единственный был раз когда мне вернули деньги когда мне airbnb вернул деньги то есть ответственно они стрясли с нее и она заплатила как бы извинилась причем я хороший отзыв написала неплохой я и тоже хороший отзыв написал уж ладно уж типа вот это но денежки я получила как бы все все нормально вот так вот бывает представляете то есть ты приезжаешь нужно как-то внимательно потому что иногда можно налететь на очень крупную сумму как например вот этот дед он же налетел получается из-за того что он забронировал на двоих а приехал в шестером в итоге ему никто ничего не возместил мне там booking по питал попытался что-то попросить кто не знает историю про деда кстати посмотрите у меня там видео есть называется цыганский табор или что-то в этом роде а booking мне попытался типа ну это была вина клиента но все таки если вы с не зайдете так уж вот он просит типа не хотите ли вы ему возместить я написала нет не хочу все то есть дед налетел на деньги я не знаю где он там ночевал у дочери ли либо где-то они там сняли все-таки в надежде на то что вернут за не ночевание но им ничего не не вернули то есть такая наука будет теперь на будущее вот такие вот бывают клиенты сейчас я повспоминаю еще кое-что расскажу пока вспомнила на букинге как и на airbnb нужно быть очень осторожным если ты пытаешься там как-то что-то понастраивать посмотреть как это будет выглядеть со стороны клиента там а потом нужно не забыть это переменить например как цену до или открыто в этот день или закрыта как-то так у меня было два аляпсуса слава богу только два короче один раз я настраивала комнаты вот в этом доме в котором мы живем с денисом решила попробовать поставить значит их на сдачу думаю посмотрю как будет как это будет выглядеть даже выглядеть просто и значит поставила все это поставил такую ну средненькую цену так скажем это было вечером была такая жара у меня на распашку все открыто окно я лежу просто в неглиже вообще такая без этого без лифана в какой-то майки в каких-то шортах такие вообще ну вся вообще просто так в раздрай не какашка скажем так и от этой жары и лежу на штыки на кнопки там что-то настраиваю смотрю с другого телефона как это выглядит и как это вообще анализирую как это будет по сравнению с другими кто сдает тоже на airbnb тоже комнаты не дома а комнаты и я значит так тыкала тыкала потом знаешь что-то отвернулась кто-то или за чаем пошла я уж не помню и такая возвращаюсь смотрю у меня резервация прошла в эту комнату где я сейчас лежу где разложилась вся вот такая лежу там вообще не убрано ни разу плюс еще ну я как бы не собирался что сдавать до плюс все резервация прошла на сейчас а сейчас на минуточку 22 часа а резервация прошла и человек мне уже пишет что он приедет в 23 часа я вижу вот такого вот похоже только на тайского какого-то борца и не знаю боксера вообще вот такой мужик кто огромный просто гора какая-то похож на какого-то таиландцы не знаю кого и имя такое же я потом посмотрела ну вроде как таиланде или что-то коржи мне пишет такой мадам большое спасибо что вы меня приходите приютить потому что я здесь на чемпионате по шахматам приехал из такой-то страны там и вот в последний момент я искал где бы приткнуться типа того вы не волнуйтесь я здесь буду целыми днями на шахматах там где-то в альбе в альбе у нас здесь чемпионат был но мне вот сегодня нужен прямо обязательно сейчас вот приехать переночевать там все я такая а я дома одна вообще денису отца ирг и нет я ему говорю миссия нет 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 извините это ошибка это я сидела настраивал какая-то произошла ошибка я не могу вас принять нет но на airbnb вот к счастью мы можем отказать клиенту мы можем отказать написать какую-то причину отказать то есть ты сама выбираешь брать тебе не брать а я еще плохо там на сторону то есть там нужно настройку такой сделать а я эту настройку не сделала у меня получилось что я не могу отказать и мне пришлось ему объяснять вот это просить его умолять чтобы он со своей стороны вот это вот отменил я ему прямо вот даже говорил такие слова о том что вы понимаете я вообще даже не собиралась давать я просто решила попробовать я не могу потому что я тут одна и мне страшно поймите ради бога я понимаю что вы ищете нашлик ну я не могу вас просто никак принять мне нужно будет сейчас звонить отменять это пожалуйста помогите мне в этом давайте вы со своей стороны там напишите что ну вы отменяете все такое короче жалко блин где же я найду то себе нашлик там все такое я такая ну извините простите ради бога только простите он говорит ну ладно ничего короче слава богу он понял и слава богу мы это отменили но это но это жесть на самом деле если ты не успеваешь вот так дай вот три раза мне так было второй раз у меня было я делаю иногда промо акции такого плана что мне нужны хорошие комментарии и то есть я ну между нами девочками да я ставлю там маленькую цену у меня приезжает приезжают подружки света или лена они не приезжают конечно же но однако они типа приехали и пишут хороший комментарий да в этот раз тоже мы со света что-то мутили я поставила маленькую цену что-то там вообще смешной что 20 евро что ли и и знать что добавила как будто еще 2 дома она у меня зарезервировала а потом я забыла убрать эту цену и вот этот дом что еще как будто один дом тут там такое можно делать это двойное ну имеется ввиду мы так про как проныра и все это пронюхали и блин я такая тоже опять пошла то ли чай налить то ли еще что-то то ли пошла на лайф я не знаю что но я вижу у меня резервация проходит и один человек забронировал меня на эту на этот вечер сегодня то есть меня как двойная резервация прошла получается ну то есть света приехал но она не приехала и соответственно этот человек светка говорит да ладно может твоя судьба прими его в итоге мужик командировочный какой-то я не знаю или какой приехал вот вечером это поздно вечером получилось у него прошла тоже резервация он приехал и такой довольный за 20 евро представляете но к сожалению это оказался говеный человек который начал мне писать какие-то гадости вот коммент в комментариях несмотря на то что приехал за эти копейки смешные вместо того чтобы написать хороший комментарий он написал там мебель какая-то дешевая совершенно то есть наверное где-то на бракантах купленная но вот такое все какую-то херню короче понаходил мне там и написал какие-то гадости вот бывает вот так вот приехал на халявку но сам халявка как говорится и третий раз у меня был надеюсь у меня такого никогда больше не будет я надеюсь когда ты там настраиваешь на телефоне то у тебя иногда кто-то тебя отвлечет или еще что-то у тебя палец соскальзывает и ты ставишь вместо одного дома два вот так произошло в моем случае и получилось так что у меня я это даже этот момент и не заметила и у меня прошло аж три резервации двойные короче ну конечно же я букингу потом все объяснила мне это все бесплатно отменили но как это было представьте я ни сном ни духом значит у меня проходит одна резервация которые мужички ну вот это вот резервация которая на одну ночь на свадьбу люди до количестве восьми человек у меня к вам идут резервации идут какие-то на какие-то даты а потом раз и проходит резервация на две недели какие-то работнички очередные приехали я про тут и не помню какие на даты думаю ну по идее как бы я даже не предполагал что такое возможно до 22 дома типа а получилось что я поставила как у меня два дома вот палец мой соскользнул и получилось 2 я предлагаю нам поэтому прошли резервации в один в одно и то же время и я знаю о том что у меня уже живут эти мужички работнички я совершенно спокойно гуляю с натахой мы поехали с ней на эти браканты потом поехали кофейку попили потом я значит такая с ней по я поехал там магазин в один в лиду полу вхожу я в магазин мне за и смотрю я на телефон у меня там пять звонков пять сообщений каких-то 10 там всяких и куча звонков с разных мобильных и понять не могу и снова звонок у так беру телефон у меня и снова звуки такая алё утка а там раздраженные голоса какие-то мадам ну сколько можно мы вам не можем дозвониться мы здесь стоим уже час или полчаса ну короче мы здесь стоим уже мы прыгаем здесь в вашем дворе игры вы кто а я знаю что у меня там люди живут ну то есть они сейчас на работе находятся эти мужики до игры вы кто как то мы приехали тут на свадьбу 8 человек это что такое открывайте немедленно тут зарезервировали игру это какая-то ошибка я им говорю сразу же то что на тот момент я вообще не знал что такое возможно на два дома да я говорю подождите у меня живут люди уже и шлю им резервацию вот этих людей которые забронировали на две недели я говорю вот люди посмотреть с такой с такой по такой даты они уже у меня живут вы что там делаете в моем дворе сейчас они приедут это что это вообще некрасиво я спрошу выйти из моего двора это какая-то ошибка букинга говорю сказала я они такие пособирались там выехали я группы выехали с моего двора уже потом уже такая пишем вы звоните в букинг выясняйте игру это это ненормально потом мне звонит букинг и начинают мне объяснять ну так и так у вас там написано вообще два дома типа у вас два дома я такая как такое возможно горю они горят ну и они мне объясняют может быть вы там случайно ошиблись что настраивали вот так вот я понимаю люди приехали на свадьбу им нужно где-то переодеться и бежать на это действо да а тут такая засада да но букинг сказал что типа не волнуйтесь мы сейчас переселим все нормально будет мы вас вас ничего не возьмем ну мы видим что у нас нормальный такой человек и бывает бывает с кем не бывает я такая тут говорю слушать они можете проверить как раз может у меня еще где-то двойная резервация прошла я не такие смотрят горит еще две поле ну короче мы выбрали те которые наиболее выгодны по цене остальные удалили то есть переселили людей да вот так было так что я тоже не совершенно как-то так ну ладно уж чё честно говоря вот мне совершенно я не знаю может я стала такая вот какая-то жесткая по отношению клиентам мне совершенно не жалко было эту семейку которая там скакала у меня по дворе топотала а еще наташа объясняю и все едет объясняю такая позже что тебя ждет ягра и никуда не поеду наташ пошли еще куда-нибудь погуляем я сейчас домой не поеду потом уже когда я им написала вы еще здесь или вы уже выехали потому что осторожно там эти приедут жильцы которые там живут чтобы не было никакой стычки там у вас а мне напишет такой нет нет все нормально нас букин переселил спасибо мы все поняли все нормально ну то есть букингами стал говорить конечно что произошла ошибка по моей вине но они значит все нормально перри переехали куда-то уже да вот я говорю что это если в первый год я еще была такая какая-то сильно открытая для клиентов там это все навстречу шла вот это вот махал рукой да ладно пусть приезжают там кто-то из ваших там еще что-то то потом понемногу понемногу уже прям вообще не жалко честно напишите в комментариях что вы об этом думаете наверное я с очень ну как это расчеловечу нет жесткая стала такая хозяйка спасибо большое что просмотрели данное видео может быть кому-то пригодится мой опыт тем кто сдает посуточно да я еще повспоминаю и плюс еще так как я продолжаю дальше это дело у нас еще будет с вами очень много всяких историй и я вскоре повспоминаю еще какие-то истории если вы вспомните раньше меня потому что я тут рассказывал на лайвах пишите в комментариях я их поподробнее расскажу эти истории также я хочу сделать одно видео о хороших клиентах которые стали друзьями впоследствии но к сожалению таких единицы скажем так но все равно стоит о них записать видео спасибо еще раз что просмотрели это видео что поставили лайк и написали комментарий потому что если вы этого не делать это youtube считает что активности никакой вы не несете просматривая а значит вы бот поэтому иногда вас отписывают поэтому также проверьте пожалуйста ваши подписочки и еще раз огромное всем спасибо кто мне помогает собирать на адвоката и так мы уже с вами собрали ну мы складчину вы и я да уже собрали пятьсот шестьдесят евро мне еще осталось потому что это вот первый платеж там 960 да значит мне еще осталось 400 евро собрать огромное вам спасибо и огромное спасибо тем кто еще пришлет а куда слать в описании под видео есть ссылки на донейшн на paypal либо на карту сбербанка мир елене подруги моей которая мне здесь отдает в евро она кстати скоро поедет в россию ей там нужны рубли а мне здесь она отдает в евро то есть получается взаимовыгодное сотрудничество так скажем вот спасибо еще раз огромное и пошла я монтировать это видео пока малой спит чтобы вам его скорее выложить целую на лайв здесь выходить я не буду потому что выйдешь и он проснется как как быть да тем более мне его показывать не разрешают поэтому сейчас я его обработаю вам выложу чайку попью и может еще чем запишу мне все равно сегодня сидеть здесь до 6 пока пока целую люблю мим bezny мим Bear мим Bear мим Bear мим Bear мим Bear Какая трудная жизнь. Просто.